Продолжение следует... Продолжение следует... В том числе и на лучевую диагностику, в том числе и на нейрорадиологию. Так, а у меня вот тоже такая же проблема. У меня... И вот, понятно, что я остановлюсь только на некоторых моментах. Хотела бы только слегка погрузить вас в эту проблему. И мы поговорим о факторах риска, классификациях и, по сути, только о церебральных осложнениях тромбофилии. Хотя бы о некоторых моментах этого. Итак, что это такое? По определению британского комитета, по гематологическим стандартам, это врожденный или приобретенный дефект гемостаза, приводящий к высокой степени предрасположенности к тромбозам. По нашему российскому определению это слегка шире. Нарушение гемостаза и гемореологии, которые характеризуются повышенной наклонностью к развитию тромбозов кровеносных сосудов и ишемии органов. По сути, что это такое? Склонность к тромбозу, для которой характерно раннее возрастное начало. Отягощенный семейный анамнез. Высокая степень тяжести тромбоза, непропорциональная известного причинному фактору. Эпизоды рецидивов. То есть мы понимаем, что это не болезнь как таковая. По сути, это синдром. Это нужно рассматривать как патологическое состояние, склонность к тромбозу, обусловленное комбинацией факторов тромбогенного риска, возможно реализующегося развитие тромбоза или тромбозов. На самом деле первый человек, который предложил вообще такой термин, был Рудольф Верхов. Еще в 1884 году он написал, что на самом деле тромбоз это следствие хотя бы одного из трех базовых факторов, либо их сочетание. Стас крови в венах нижних конечностей, повышенная способность крови к тромбообразованию, и он и назвал термин, ввел тромбофилия, и повреждение стенки сосудов. Итак, на самом деле все факторы, которые можно выделить, делят на наследственные и приобретенные. И состояние тромбофилии объединяет вот эти нарушения, как наследственные, так и приобретенные нарушения гемостаза. Но все это приводит к раннему появлению, рецидивированию тромбозов, тромбомболий, соответственно ишемий, инфарктов различных органов, в том числе и головного мозга, и соответственно инсультов, как артериальных, так и венозных. Данное состояние может быть унаследовано, либо связано с тем или иным заболеванием, например онкологическим, и этот список еще можно продолжить и продолжить. И второе, вызвано приемом различных препаратов, в том числе и пероральных контрацептивов, в том числе и противоопухолевых препаратов и так далее. Либо обусловлено состоянием здоровья, беременностью, ограничением подвижности, старческим возрастом, когда это накладывается еще на что-то, какие-то нарушения гемостаза. И уже достаточно давно, впервые в Америке поставлена была эта проблема, стало говориться о том, что это серьезная проблема здравоохранения. Смертность от венозных тромбомболических осложнений, по сути, суммарно превышает смертность от ВИЧ, рака молочной железы, автомобильных катастроф, колоссальные цифры. Итак, первая классификация была предложена уже достаточно давно, еще в 20 веке. И она была очень обширная. Туда включали и формы, обусловленные нарушением сосудистого тромбоцитарного гемостаза, дефицита аномалии физиологических антикоагулянтов, гиперпродукции, аномалии различных плазменных факторов свертывания крови и так далее. И по сути можно разделить все состояния, приводящие к тромбофилии на три большие группы. То есть те состояния, которые могут вызывать тромбофилии, состояния, в общем-то, на самом деле обычные, не связанные с тем или иным заболеванием. Возраст свыше 40 лет, избыточный вес, беременность, более 4 родов в анамнезе, пероральная контрацепция, прием различных препаратов, особенность в сочетании с чем-то, например, антидепрессантов в сочетании с алкоголем. Что очень часто в обычной жизни используется людьми, которые антидепрессанты применяют. И мобилизация и так далее, и так далее. Плюс, опять вторую группу выделяют те ситуации, которые опять-таки могут предрасполагать к тромбозам. Сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения. И этот список еще можно продолжить. И третья группа, вот как раз то, что осложнение той или иной терапии, что может приводить к осложнениям той или иной терапии. В ортопедии, при урологических заболеваниях, при катетеризации сосудов и при приеме тех или иных препаратов. Итак, все тромбофилии можно разделить на первичные, то есть генетически обусловленные, склонность к тромбообразованию из-за тех или иных мутаций, нередко сочетающихся друг с другом. Мутации в генах, вот факторов свертывающей и противосвертывающей системы крови. И вторичные, вот опять при ситуациях, о которых я уже говорила ранее. И если остановиться хоть хотя бы на некоторых группах предрасположенности, конечно, говорят о том, что когда речь идет о пожилом и старческом возрасте, со склонностью к гиперкоагуляции, со значительным снижением двигательной активности, то это увеличивает риск тромбофилии. Когда речь идет о хирургических вмешательствах и травмах, самобилизации, с активацией коагуляционного каскада в результате повреждения сосудистой стенки и так далее, и так далее, это увеличивает риск тромбофилии. Когда мы говорим о контрацепции и гормонозаместительной терапии, то все сходятся на том, что это резко увеличивает риск тромбофилии. Особенно у женщин, принимающих пероральные контрацептивы, особенно в течение первого года приема препарата. А в дальнейшем опасность тромбозов постепенно снижается. И связано это тоже с целым каскадом. Снижение уровня физиологических антиокуагулянтов, протеина С, С, антитромбина, приходящей резистентностью и так далее, и так далее, и так далее. Хотя до сих пор по литературе, что же является пусковым механизмом риска запуска этой системы, риска тромбообразования, до сих пор не ясно. Но известно, что у женщин до 45 лет приема контрацептивов удваивает риск инсультов в первые полтора года и увеличивает в 13 раз риск инсультов при наличии тех или иных мутаций. Итак, если говорить не о пероральной контрацепции, а о заместительной гормональной контрацепции, то по сути влияние ее сопоставимо с влиянием оральных контрацептивов. Однако риск венозных тромбозов у женщин, которые принимают препараты уже в период менопаузы, он значительно выше по сравнению с женщинами до менопаузы. Почему? Считается, что это связано с тем, что тут еще сопутствуют еще и дополнительные другие факторы. Возраст больше 40 лет, нередко повышенный вес, нередко меньшая двигательная активность и так далее, и так далее. Это, к сожалению, еще больше увеличивает эту проблему. Когда мы говорим об онкологии, то это тоже большая проблема, в том числе и для запуска вот этого каскада. Каскады тромбофилии, каскады тромбозов и тромбомболий. И связано это с рядом факторов, среди которых выделяют общие и факторы. Реакция организма на наличие злокачественного новообразования. И факторы, связанные с активностью самой опухоли. То есть, по сути, пусковые механизмы, это уже запускается все это тканевым фактором, уровень которого в плазме крови повышается. Затем развивается каскад свертывания крови, цитокины, фактор некроза опухоли. И в терминальных стадиях, конечно, это уже неконтролируемые патологические процессы, приводящие к срыву с развитием ДВС-синдрома. Среди врожденных факторов, обуславливающих склонность к тромбообразованию, уже выделенных в настоящее время, вот целый список, начиная от антифосфолипидного синдрома, дефицита антитромбина, различных протеинов, мутаций генов, протромбинов и так далее, и так далее. Я этот список могла бы продолжить еще. И поэтому говорится о том, что первое, начинается все с того, что малейшее подозрение по данным клиническим, о чем я говорила сейчас много, до того года. Либо опять сочетание клинических проявлений с данными лучевой диагностики должно привести к тому, что к обязательному перечню выполнения целого ряда лабораторных исследований, а их теперь уже видите, насколько расширились эти лабораторные исследования, которые помогут нам выявить ту или иную мутацию в тех или иных генах, факторах свертываемости крови. Итак, если говорить о церебральных осложнениях тромбоферии, то, по сути, мы можем говорить об инсультах, в первую очередь у молодых, и, конечно, и тромбозах, внутричерепных вен и синусов. И, конечно, когда мы говорим об инсультах у молодых, встречаемость это 3-23 по разной географии, потому что в зависимости от того, опять, где человек живет, у него есть разная предрасположенность. В нашем мире есть места, где, к сожалению, генная предрасположенность к развитию ранних сосудистых катастроф очень велика. От расы человека и так далее. И на 100 тысяч у лиц молодого возраста, 20-23. Этиология, конечно, различная. Это и кардиоэмболия, и диссекции, но и в том числе вот эти тромбоэлитические осложнения, связанные с лекарственными препаратами, связанные с гиперкоагуляцией. И сейчас уже понятно, что врожденная тромбофилия как причина ишемических инсультов у молодых составляет 1-4%. И у одного из семи молодых пациентов с инсультами имеется положительный тест хотя бы к одному из факторов тромбофилии, а нередко это сочетание. Итак, мы немножечко остановимся на тромбозах. Уже Татьяна Николаевна стала про это говорить, и я тоже немножко расскажу о диагностике и дифференциальной диагностике. Мы никогда не должны забывать об этом, потому что тромбозы внутри черепных вен и синусов нередко связаны вот как причина их вот эти тромбофилии, связанные с приемом пероральных контрацептивов, беременностью, родами, послеродовым периодом и так далее, и так далее. И, как я уже сказала, по разным регистрам, в общем, цифры достаточно велики. До одного по американскому регистру, по мексиканскому вообще до 3% всех инсультов составляют тромбозы и так далее. И суть-то заключается в том, что клинические проявления нередко крайне не специфичны. Повышение внутри черепного давления, очаговые неврологические симптомы и эпилептические припадки, признаки энцефалопатии, расстройства сознания, когнитивных функций и так далее. Поэтому, как лучевой диагностик упадает, задача подтвердить наличие тромбоза генозного синуса, постараться установить этиологию и выявить осложнения сопутствующие, в частности генозные инсульты, отек мозга и другие. И, конечно, в первую очередь, когда мы смотрим на компьютерные или магнитно-резонансные томограммы, то надо обращать внимание на несоответствие бассейну, на наличие, если говорить о косвенных признаках, на наличие вот такого генозного инсульта, который очень специфический, который чаще всего бывает в виде сочетаний шимических и геморрагических проявлений, и расширение кортикальных вен при наличии... Так, боюсь, что надо что-то нажимать. Наверное, не буду. А то опять остановят. Ладно. И опять при выявлении косвенных признаков выполняется уже МР-венография. И мы помним о том, что мы должны выявить симптом пустой дельты, и у одной трети больных в течение первого месяца она выявляется. То есть повышенный сигнал от тромба на Т1, Т2, взвешенный в томограмму с отсутствием пустоты потока, и наличие изоинтенсивного сигнала на Т1, гипоинтенсивного сигнала на Т2 в завешенных изображениях, и гиперинтенсивного сигнала на диффузионно взвешенных, Т2 флеер, и низкого сигнала на греинпульсной последовательности. Выполнение МР-венографии позволит нам выявить вот этот дефект наполнения в том или ином синусе. И мы помним о том, что при тромбозах, соответственно, инсультах, связанных с ними, в отличие от артериальных инсультов, вазогенный отек превалирует на цитогенном, и поэтому это нередко приводит к изменению сигнала в виде гиперинтенсивного сигнала, превалирования его с, по сути, обратимыми изменениями этого сигнала. И на МР-венографии мы при этом видим вот выпадение в той или иной части синуса. Прекрасные возможности диагностики вот этих изменений, связанных с тромбозами, дает нам SWI, импульсная последовательность. Вот здесь пример пациента возраста 40 лет, у которого вот вдруг неожиданно на фоне стрессовой ситуации запустился вот этот каскад изменений, который привел сначала к геморрагическому инсульту в одном полушарии, через месяц к геморрагическому инсульту в другом полушарии, тромбозу верхнего сагитального синуса. И в течение года он переносил, еще даже не выходя из стационара, у него возникал следующий инсульт. И опять гематологи выявили у него такие множественные мутации в этих свертывающей, противосвертывающей системе. Но мы должны не забывать о том, что диагностика не так проста, не забывать о том, что мы должны дифференцировать, вот отсутствие визуализации синуса не должна быть для нас красным флагом для установки диагноза тромбоза. На самом деле варианты строения синусов многолиткие, его может не быть вообще, он был театризирован, или быть гипоплазия синуса, высокого стояния, перегородки, дубликатуры, они встречаются не так редко. Поэтому отсутствие выявления синуса должно нас, опять заставить нас, первое, посмотреть на диаметр вены ябулярис, посмотреть, есть ли малый диаметр форамин ябулярис, посмотреть на сырые данные, и ввести контрастное вещество для того, чтобы четко убедиться в том, что это не аплазия или гипоплазия синуса, а его отсутствие, а тромбоз его. И мы должны не забывать о том, что выявление вот таких вроде участков пустоты потока в синусах нередко может быть связано с гигантскими пахеоновыми грануляциями. И они очень часто встречаются на самом деле, особенно в поперечных синусах, ну и в прямом, и в сигмолитном, и так далее, и так далее. Значит, вы опять выглядите в виде такого изоинтенсивного ликвару, образования некого округлого, на Т2, Т1, флеер, импульсной последовательностью с отсутствием усиления. И опять на прицельных SWI импульсных последовательностях мы можем увидеть подходящую к ним дренирующую вену. И нет пустоты потока, проксимальнее и дистальнее вот этих гигантских пахеоновых грануляций. Итак, проблема велика в настоящее время. И мы должны понимать, что существует состояние тромботической готовности, который объединяет лабораторно выявляемую гиперкоагуляцию по данным лабораторных методов и по клиническим признакам предтромботического состояния, что симптомы клинические очень варьируют, диагностика ошибочная, очень чистая, и поэтому должно при любом подозрении на наличие вот этих осложнений церебральных, особенно связанных с тромбозом, вены, синусов, должна выполняться МР-венография при необходимости контрастная. Мы обязательно должны включать в протокол SWI импульсную последовательность. Мы должны смотреть на динамику этих изменений, и мы должны обязательно помнить об анатомических вариантах и возможных ламушек, без которых, конечно, поставить правильный диагноз невозможно.